В какой стране кивок означает нет, а направо это прямо? Отправляясь в путешествие, мы стараемся как можно больше узнать о пункте нашего назначения. Просматриваем сводки погоды, новости о политической обстановке, берём с собой разговорник, но даже подготовившись, приходим в замешательство, когда наши жесты истолковываются неверно. Одни и те же жесты у разных народов могут иметь разные значения. Покачивание головой из стороны в сторону, означающей в России и большинстве стран Европы, нет. В Болгарии, Греции и Индии означает одобрение, в то время как кивок головой – несогласие. Значение жеста под названием «кольцо». Соединение большого и указательного пальца, представляющее собой букву «о» или иначе означающее «ок», в англоговорящих странах воспринимается однозначно как одобряющий, положительный жест. В то же время во Франции это выражение отрицательных эмоций, а в Бразилии вообще считается вульгарным. В разных культурах он толкуется по-разному – от восхищения до серьезного оскорбления, мол, ты – абсолютный ноль. Например, в Германии в суде был прецедент, связанный с этим, казалось бы, безобидным жестом. Некий водитель мимоходом оскорбил полицейского, показав ему из окна машины большой указательный пальцы руки, сомкнутый колечком. Но немецкий полицейский обиделся и подал в суд. Судья, основательно изучив соответствующую литературу и расспросив психологов, пришел к выводу, что в Германии приняты оба значения этого сигнала. А как его понимать – ваше личное дело. Водитель был оправдан. Еще один распространенный жест – оттопыренный вверх большой палец. У автостопщиков всего мира он служит для остановки попутного транспорта. Поднятая перед собой рука означает «все нормально». Резко брошенная рука вверх, показывающая большим пальцем за плечо, означает «да пошел ты». Так в основном он применяется в Европе. В мусульманских странах этот жест является неприличным, а в Саудовской Аравии, совершив вращательное движение, выставленным вверх большим пальцем, вы говорите «катись отсюда». Здороваться и прощаться в разных странах принято тоже по-разному. Во многих государствах, включая Китай и Японию, при знакомстве принято сначала называть фамилию. В Японии имя практически не используется, даже при неформальных встречах, а официальные поклоны являются необходимым ритуалом при знакомстве. Европейцы, прощаясь, машут ладонью, поднимая ее вверх и шевеля пальцами. Американец воспринимает этот жест как призыв «иди отсюда». Прощаясь, американцы держат ладонь горизонтально, лишь слегка ее приподнимая, как будто похлопывая кого-то по голове или по плечу. Русские при прощании обычно машут рукой не вперед-назад, а из стороны в сторону, правда латиноамериканец воспринял бы это как жест приглашения. Есть несколько экстравагантных жестов, например в Тибете встреченный прохожий покажет вам язык. Не огорчайтесь, это будет означать «я ничего не замышляю против тебя, будь спокоен». Но следовать его примеру, будучи в Европе, не стоит. Небезопасен для кошелька, учитывая расходы на адвоката, а может и здоровье. Для того, чтобы выразить знаки восхищения, жители Испании и Мексики сложат три пальца, прижмут их к губам и воспроизведут звук поцелуя. Единственным универсальным средством расположения к себе партнера является улыбка. Она используется и правильно воспринимается в любой стране и любой культурой. Улыбка является наиболее эффективной формой общения и в конечном счете самым лучшим комплиментом, который вы можете сделать своему собеседнику. Отправляясь в гости в другие страны, не забудьте свои улыбки. Спасибо за просмотр, всем пока.